Ребята, всем огромный привет! С вами я Елена. Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Сегодня рубрика Пустые баночки. Покажу, что у меня закончилось за август и сентябрь. Расскажу свое окончательное мнение. Кому такое видео интересно, оставайтесь со мной и давайте начнем. Начну с пустышек с бытовой химии. Первое это жидкий пятновый водитель и отбеливатель для тканей Ваниш. Покупала его в магазине Фикс Прайс. Ни с какими пятнами он не справляется, поэтому повторять его точно больше не буду. Следующее средство, которое у меня закончилось, это суперконцентрат кондиционер для белья Эко Рун от Синергетик. Объем 1 литр. Покупала его по акции по стоимости примерно до 100 рублей. Написано, что он гипоаллергенный, подходит для детского белья, с приятным ароматом. Мне этот кондиционер понравился. Написано, что идет на 33 стирки. Я, конечно, не считала 33 или больше было у меня стирок с этим кондиционером, но кондиционер имеет место быть. Мне понравился. Следующая пустышка, это гель для мытья посуды концентрированный Гарден Эко с алоэ вера. Объем 500 миллилитров. Покупала в магазине. Стоимость примерно 200 с чем-то рублей. Конечно, не очень бюджетном, с витамином Е. Отличное средство. Посмотрите, какая, во-первых, бутылка красивая. Мне очень нравится. Такую даже жалко выкидывать. Средство очень понравилось. С удовольствием его повторю. Во-первых, приятный аромат алоэ вера. Во-вторых, отлично пенится. Средство само по себе экономичное и при этом хорошо смывает жир. В общем, средство мне очень понравилось. Еще одно средство для мытья посуды закончилось. Это Би Асцепт. Покупала его в магазине Фикс Прайс. Стоит это средство, по-моему, 55 рублей. Подходит для посуды, овощей и фруктов, антибактериальный. Супер средство. От души рекомендую. За такую цену, с таким приятным ароматом, также отлично справляется с жиром, хорошо смывается водой. Вот это вот средство прям от души рекомендую. Из-за своей экономичности, из-за своей стоимости и из-за того, как оно работает. Просто супер средство. Мне очень понравилось. Обязательно его повторю. Еще одна пустышка из магазина Фикс Прайс. Кондиционер для белья Королевский Шолк. Объем 1000 миллилитров. Цена, по-моему, 55 рублей. Слушайте, такой приятный аромат у этого кондиционера. Вот обязательно его повторю. Использовала этот кондиционер и для постельного белья, и для темного. Мне очень нравится. Конечно, аромат остается ненадолго, но и само по себе средство жидкое. Но, девчонки, за 1000 миллилитров отдать 55 рублей, ну, просто супер. Вот для экономных это самое то. Мне это средство понравилось. И я также его обязательно повторю. Следующая пустышка. Это жидкое мыло для рук Аграда. Производитель Испании. Покупала его в магазине. Стоимостью этого средства 200 рублей. Объем 500 миллилитров. Здесь идет с ароматом ежевики. Я просто влюблена в это мыло для рук. Мне очень нравится мыло для рук от Ифраше. Но вот это вот средство даже за 200 рублей я обязательно для себя повторю. Само средство было такого сиреневого цвета. Видите, использовала тут даже водой, уже разводила его. Очень экономичное. Хватает его надолго. Отлично пенится. И аромат ежевики просто на всю ванную комнату, когда моешь им руки. Мне очень понравилось. При этом ручки не сушит. Все отлично отмывает. Обязательно его повторю. Вот могу вам тоже порекомендовать. Там у нас в магазине, помимо ежевики, по-моему, был еще виноград. Еще какие-то. Но вот мне очень понравился именно с ароматом ежевики. Классное средство. Следующая пустышка, которую я постоянно покупаю в магазине FixPrice. Стоит 99 рублей. Это ароматизатор воздуха. Я вот беру дурами. Мне он больше всех нравится. Очень экономичный, с приятными ароматами. В среднем мне хватает его где-то на 2-3 месяца. И вот этот вот баллон универсальный. В объеме 250 миллилитров. Он подходит для автоматических освежителей воздуха. В общем, мне нравится. Это моя постоянная покупка. Только беру постоянно разные ароматы. Следующая пустышка. Ей, конечно, больше пользовался мой сын. Это пена для ванн на основе мыльного корня. Успокаивающий сбор. Рецепты бабушки Агафьи. В составе здесь багульник, вереск, пустырник, доник лекарственный. Покупала в магазине. За около 70 рублей стоит. Объем 500 миллилитров. Пару раз я воспользовалась этой пеной. Мне она понравилась. Но я все-таки люблю принимать душ. Дело в том, что у меня сын может часами валяться в ванне и обязательно должна быть пена. Ему вот эта вот пена понравилась. Ничего плохого я тоже о ней сказать не могу. Приятный аромат. Хорошо пенится. В общем, для тех, кто любит принимать ванну именно с пеной для ванны, то могу посоветовать вот такую вот недорогую пену. Следующая пустышка, которая меня разочаровала. Это гель для душа от Ифроше. Объем 200 миллилитров. Называется он Миндаль и Флёрд Оранж. Не понравился тем, что здесь нет такого интенсивного именно аромата заявленного, как Миндаль и Флёрд Оранж. И при этом этот гель не очень сушил кожу. В общем, для себя этот гель не повторю. Следующее мое разочарование от Ифроше. Это бальзам ополаскиватель с маринкой. Объем 150 миллилитров. Написано, что он защищает от загрязнений, помогает улучшить расчесывание. Ничего я этого не увидела. Очень плохо после него расчесываются волосы. Они просто даже, знаете, как спутаны. И при этом мне не понравился аромат вот этого бальзама ополаскивателя. Скажу более. У меня бальзамов этих несколько. Ну, не все, конечно, они с маринкой. Есть и другие от Ифроше. И пока еще ни один меня не привел в восторг. Поэтому, скорее всего, от Ифроше бальзамами я больше пользоваться не буду. А вот следующую баночку у меня просто не поднимается рука выкинуть. Она целая. Вот целая прям баночка. Стояла она у меня в запасиках. Это бальзам сияния для всех типов волос. Идет он сейчас маслоорганы и жидкий шелк. Это белорусский производитель Vitex. Пользовалась я раньше им часто. Но потом начала покупать разные другие бальзамы. Пока я их тестировала, у этого бальзама подошел срок годности. Вот реально рука не поднимается его выкинуть. Сейчас покажу. Здесь у меня прям целая баночка. Достала с запасиков. Хотела начать пользоваться. Но, увы, запах прогорклый теперь. Срок годности прошел. Придется расставаться. Обязательно повторю для себя этот бальзам. Очень не жалко, что я про него забыла, что поставила его в запасы. Девчонки, после этого бальзама волосы просто как шелк. Реально. Они напитаны, они блестящие, и они прям реально как шелк. Вот кто увидит такой бальзам от Vitex, попробуйте. Стоит недорого, но действует просто умопомрачительно. С большими, прям вот, с крокодилями слезами, но приходится мне его выкидывать. Обязательно повторю для себя этот бальзам. Следующие мои пустышечки, любимочки. Это оттеночный бальзам Тоника. 8,53 Rose Gold, 9,05 жемчужно-розовый. Покупаю их в магазине. Обычно по акции беру. В среднем стоит 100 рублей. Если брать один жемчужно-розовый, для моих милированных волос мне не хватает цвета, яркости. 8,53 он наоборот слишком яркий, поэтому я смешиваю два вот этих бальзама, хотя написано, что не нужно их смешивать между собой. Но при смешивании получается именно тот оттенок, который бы мне хотелось, чтобы у меня был на моих волосах. При этом волосы не сушит, волосы после него блестящие, живые. Так что вот, уже повторила и в дальнейшем буду повторять. Еще одна пустышка, которая мне понравилась, это маска для лица чистой линии фитотерапия. Одна маска равно салонная чистка. Эта маска идет как очищение, вот в такой баночке она находится, пластмассовой. Стоило, по-моему, тоже что-то недорого, покупала в каком-то магазине. Вот так вот она выглядит. Знаете, настолько экономичная и при этом эту маску можно использовать даже в душе. Она не течет, вы ее на лицо нанесли, она у вас села и все, от пара эта маска не потечет и при этом отлично очищает кожу. Конечно, после очищающих масок обязательно нужно пользоваться питанием, увлажнением. Так что, девочки, присмотритесь. Хорошо очищает, с приятным ароматом таким хвойным. Здесь и заявлено как черная ель и уголь. Масочка понравилась, экономичная, со своими функциями справляется. Следующее, что мне придется выкинуть и чем я так ни разу и не воспользовалась, это сыворотка лифтинг с олигопептидами. Здесь концентрат, объем 8 мл. Покупала я мезороллер себе и вот вместе с мезороллером купила вот эту сыворотку. Мезороллером я не воспользовалась, у сыворотки прошел срок годности, поэтому мне придется ее выкинуть. Очень жалко. Тут написано показания к применению. Так, стимулирует образование в межклеточной матриксе молекул коллагена гиалуроновой кислоты. В общем, сказать мне нечего. Сейчас, кстати, даже открою, видите, она у меня еще даже запаянная лежит. Стоит она недешево, но вот забыла я про нее, так же, как и про мезороллер. Вскрыла коробочку, вот так вот выглядит сама сыворотка. Посмотрите, какая симпатичная баночка. Эх, Лена, Лена, надо как-то хоть мезороллер свой достать и начать им пользоваться. И вот здесь специально такая крышечка идет сверху, видимо, так это все должно было одеваться и наносит эту сыворотку именно перед применением мезороллера на лицо. Читала положительные отзывы, скорее всего, закажу еще раз и начну все-таки я уже пользоваться мезороллером. Две больших вот таких коробочки Блон, это микроигольные патчи. Мне присылали одну упаковку для глаз и скул на тестирование, на обзор, вторую для носогубных складок мне присылали на день рождения от резидентов Сколково. Здесь идет по 4 пары патчи в каждой коробочке. Нужно пользоваться ими было через каждые 48 часов и я уже говорила, что эти патчи мне очень понравились. Стоят эти патчи, конечно, недешево от 2500 до 2800 рублей. Внутри вот так все упаковано индивидуально и сами патчи выглядят вот так. Это патчи у меня были для глазок. Здесь идут такие микро иголочки. Очень жаль, конечно, что стоит, это очень дорого и при этом мне все, конечно, понравилось, но хотелось бы, чтобы за такую цену прям нанес эти патчи и минимум на месяц одной пары хватило. К сожалению, это не так. Нужно пользоваться такими патчами прям курсом. Но вот у кого есть возможность, девчонки, обязательно попробуйте, рекомендую. Особенно мне понравились патчи для носогубных складок. И последняя пустышечка на сегодня это зубная паста от Splat Sensitive биоактивная зубная паста. Так, снижает чувствительность зубов, останавливает эмаль, просто отлично работает. Я ее использую вместе с пастой для отбеливания, чередую, потому что если я постоянно пользуюсь отбеливающей пастой, у меня просто чувствительность зубов сильно повышается. Эта паста меня спасает. Плохих отзывов я на нее не слышала. Покупаю я ее в магазине FixPrice стоит то ли 77, то ли 99 рублей, но это по-моему в зависимости от граммовки самой пасты. В общем, отличная зубная паста и обязательно ее еще раз повторю. А на сегодня это были все пустышечки. Пишите в комментариях чем из увиденного пользовались вы. Мне будет очень интересно узнать, совпадает ли мое мнение с вашим. И до новых встреч на моем канале. Всех люблю, всех целую, ваша Лена. Пока-пока.